Макроэкономические данные из Великобритании перестали радовать своим позитивным содержанием. Однако трейдеры не спешат с распродажами британской валюты. Общий настрой трейдеров, направленный на закрытие ордеров на покупку американского доллара, сохраняется, в результате чего пара фунт-доллар продолжила свой подъем и даже достигла сессионного максимума. Впрочем, данные по Великобритании оказались не так уж и плохи. Учитывая общемировую тенденцию со слабым как внешним, так и внутренним спросом, производственная активность постепенно сокращается повсеместно, не исключение и Соединенное Королевство. Так, британская обрабатывающая промышленность неожиданно для большинства аналитиков продемонстрировала отрицательное значение. За апрель месяц выработка сократилась на 0,4%, тогда как по прогнозам ожидался незначительный рост на 0,1%. Тем не менее, общий годовой показатель по промышленному производству сохранил позитивную динамику и засвидетельствовал рост на 1,2%. И здесь аналитики также ошиблись в расчетах, эксперты были настроены довольно пессимистично и прогнозировали снижение темпов роста производства до 0,6%. Учитывая такие неоднозначные данные, инвесторы ожидают изменения ситуации в лучшие стороны уже в следующем отчетном периоде. После выхода разнонаправленных данных по промышленному производству Великобритании, рынок находится в ожидании прогнозных данных о росте британской экономики в первом квартале. Прогнозируемый рост экономики Соединенного Королевства в 0,4% резко контрастирует с угрозой рецессии в Соединенных Штатах, что и толкает фунт вверх по отношению к доллару США. Если оценка роста ВВП окажется лучше прогноза, пара фунт-доллар двинется к отметке 1,5520, в противном случае последует откат к отметке 1,54. Будьте в курсе новостей вместе с компанией ИнстаФорекс и увидимся завтра.